Дорогие соотечественники, находясь на благодатной Баткенской земле, отличающейся от других областей, в том числе изобилием месторождений полезных ископаемых, таких как ртути и сурьма, невозможно промолчать о широких перспективах этого региона в сфере водных ресурсов сельского хозяйства, добычи газа и нефти. Знаменитый баткенский абрикос и другие щедрые плоды этой земли уже стали весомой статьей экспорта и подлинным брендом, а добрая слава о высококалорийном угле Сулютинского месторождения, запасах газа и нефти Аркинского и Бургендинского массивов гремело еще в советские времена. Таким образом, в общереспубликанском производственном комплексе экономика Баткенской области занимает важное место и обладает большим потенциалом. А потому образование самостоятельной административной единицы на этой территории, где начинаются пределы нашего отечества, было в числе самых правильных и продуманных решений. Но, к сожалению, предпринятый тогда верный и решительный шаг так и не был продолжен соответствующим образом, и региону с новым статусом области не уделялось должного внимания. А переходившие как горестное наследие от одной областной госадминистрации к другой, пограничные споры и конфликты вообще переросли в вооруженное противостояние с самыми печальными последствиями. Конечно, о таких вещах не говорят в праздник, но это горькая правда, и мы никуда от нее не уйдем. Однако мы, даст Бог, оставим в наследство нашим последующим поколениям, совсем не эту неприглядную картину. Именно поэтому мы наделили Баткенскую область особым статусом и сделали развитие этого региона главным вопросом повестки дня. В рамках этого решения была разработана конкретная программа, и задания и поручения в соответствии с ней последовательно и тщательно выполняются по пунктам. Таким образом, сегодня внимание тех, кто стоит у власти, целиком обращено на решение насущных задач Баткенского региона. Расцвет Баткена означает расцвет всей страны, а его развитие значит развитие всего государства. Вот почему, дорогие мои баткенцы, я приехал сюда, чтобы разделить с вами праздничное настроение Ноуруза, выслушать и проникнуться высказанными на праздновании добрыми пожеланиями. Дорогие кыргызстанцы, в этот день весеннего равноденствия, знаменующего собой победу света на тьму и пробуждение природы от зимнего сна, давайте же всем мы дружно пожелаем, чтобы наши самые сокровенные мечты сбылись, а наши созидательные цели по развитию нашего государства и конкретные рабочие планы воплотились в жизнь.